мы никому не советуем продавать свою душу но вот купить душу в линейке моно мы сегодня вам обязательно посоветуем и как вы поняли с названия и как вы поняли со вступления мы сегодня разбираем табак душа в линейке моно забегу вперед скажу что этот табачок мне понравился но обо всем поподробнее мы с вами разберем сегодня конечно же после распаковки и чуть более двух лет назад я познакомился с первой линейкой и она называлась 7 грехов там было 7 вкусов это все миксовая линейка производилась на мощностях компании burn немножко тяжелая в курении потому что мне каждый из вкусов поддавливал на горло эта линейка не увенчалась успехом потому что я не видел ее тогда на полках я не вижу ее сейчас на полках в магазинах да и в принципе об этой линейке никто не говорит выход потом белая душа эта линейка также не увенчалась успехом как по мне она уже курилась мягче но все равно немножко поддавливала немножко ты хашила и била вам по горлу эта линейка мне не понравилась от слова совсем и надежды на третью линейку у меня уже не было но спустя какое-то время выход линейка моно розничная стоимость линейки моно на секундочку за 25 грамм банки начинается от 260 рублей и самая дорогая цена которую я находил 290 рублей стоит эта линейка своих денег или нет я считаю что стоит даже за 290 рублей есть ароматы которые я готов был бы покупать у нас по сырье у это два вида берли какие-то мне уточняется это средняя крепость и вот линейка моно курится прекрасно и при этом у тебя нету чувство голода никотинового голода у тебя нет этого чувства потому что сессия курение около там 40 50 минут принципе тебя накуривает есть ты конечно не новичок не куришь там ничего крепче там старлайна и всего прочего линейка моно на первый взгляд может показаться для вас скрепкой на перегреве табачок работает нормально его можно восстановить но лучше в сильный перегрев его не уводить но давайте теперь обо всем поподробнее и начинаем самых интересных ароматов прежде вы должны понимать что вот такой вот боксец плюс чашка для кальяна будет разыграна в данном видеоролике поэтому советую досмотреть его до конца моно цветущий олимп это номер один из всех ароматов которые есть линейки моно мне этот аромат очень понравился если было бы 200 грамм я обязательно его бы приобрел себе и советую вам это сделать если вы видите где-то на полочках советую сделать не пожалеете там 260 там 290 рублей просто не пожалейте до этих денег ореховое пиво принципе кто подписан на мой телеграм канал видел я об этом вкусе немножечко рассказывал ореховое пиво мы курили на кальяне куб mars pro и мы не на электронном кальяне вкусопередача была абсолютно разная на электронном кальяне я почувствовал больше ореховых нот и послевкусие такое приятное темное пиво на кальяне хуб было сначала пиво с таким приятным ореховым послевкусие и в такой и в такой вариации мне этот аромат зашел немножко схож он с квасом от сатира немножко он схож с гиннесом с темным пивом под компании deus но в целом этот аромат по своей мягкости по своему курению по своей насыщенности мне понравился больше чем все то что я выше перечислил грушовый лимонад этому аромату я поставлю 8 баллов из 10 это неплохая груша не ацетоновая не химозная хорошая такая легкая лимонадная основа приятный ароматизатор груши сок черешни очень спорный аромат я на него ставил большой акцент он пахнет вот вишневым хорошим соком насыщенностью этого аромата маловато может быть в каких-то миксах этот вкус покажет себя отлично покажется я хорошо но в данный момент не этот аромат 50 на 50 понравился и не понравился поэтому я поставлю 5 баллов из 10 ананасовый сок я выкурил две банки ананасового сока этого третья банка она закрыта и и я даже не вскрывал и у меня поначалу когда впервые его прокуривал я не помню какая чашка была я не помню какой был кальян первых десять минут это касается практически всех ароматов ну то есть большинство из ароматов первых 10 минут идет такое непонятное иногда даже неприятное такое вот послевкусие да даже на вдохе ты ощущаешь что-то такое вот неприятненько бывает такое проскакивает и вот с ананасовым соком две банки которые я выкурил первых 10 минут он для меня казался максимально вот непонятным ароматом но спустя 10 минут он становился таким приятным ярким ананасовым соком ананасовому соку я поставлю 6 баллов из 10 только из-за того что первых 10 минут курения мне кажется что что-то с ним не так вот за это я скостил 4 балла горная хвоя и небольшой фанат таких ароматов хвойных я вот кстати это один из немногих людей которые никогда не курил dark side of sky needles я соответственно прокурил каждый из этих ароматов я прокуривала в соло я прокуривала моно линейку моно не могу сказать что я в большом восторге от горной хвои от компании душа целом этот аромат вот неплохой я его курил у меня не было никакого отвращения у меня не было никаких там мыслей в том что были надо перезабить чашку я просто покуривал просто травяниста просто немножко терпко приятная такая вот хвойная основа у этого аромата мне ему я могу поставить 7 баллов из 10 потому что во время всего курения она длилась около 30 минут меня ничего в этом аромате не смущало меня в этом аромате ничего не раздражало коктейль свободы long island по курению мне этот аромат не зашел мне было его тяжело курить он для меня вот чувствуется как это лимонная цедра чувствуется лимончик не хватает вот какой-то алкогольной ноты если вот это например коктейль свободы если это long island вот не хватает вот какой-то алкогольный основу в этом аромате я опять же говорю это все дело субъективно мне этот аромат не понравился поэтому 4 балла из 10 розовый грейпфрут ничего сверхъестественного обычный грейпфрут у которого к сожалению нету вот даже горчинки нет вот этой характерной кислинки и это просто обычный сладкий грейпфрут ничего сверхъестественного там 5 баллов из 10 газировка mountain deal интересный вкус но его наверное я бы не стал бы курить каждый день мне такое не заходит на повседневку но однозначно это лучше чем клубничный deal от компании хулиган этому аромату оставлю 6 баллов из 10 это просто тоже не мое я бы не стал такой курить на каждый каждый день английский бергамот grey вкус называется отличный бергамот отличный заход с ним есть такая же история как с ананасом что первое время он такой вот ощущается вот тут на горле такой вот першение горчинка такая вот прям вот как будто в чай слишком много положили бергамота через 10 минут это проходит и даже в сол он мне не был противным он мне понравился он такой дальше открывается мягкая вообще люблю чай с бергамотом как по мне это лучшая альтернатива и лучшая замена дарксайдов скому бергамонстру и этому аромату я поставлю 8 баллов из 10 советую попробовать если вы любите какие-то чайные миксы создавать если вы любите в соло покурить там бергамот почему бы нет это отличный аромат который можно покуривать каждый день австрийский виноград тут вот интересная история получается потому что как я уже говорил неоднократно во многих своих роликах что вот я не люблю виноград курить были моменты когда мы начинали только курить и был только альфа кир 5 ароматов и там вот был виноград и мы его покупали скупали и курили почти практически каждый день с тех пор я очень долго не курил винограды мне не нравились винограды австрийский виноград от компании душа очень классный виноград который я курил с большим удовольствием я забил себе чашку япона хукла у неё вместительность нам 20 грамм табака я сидел на протяжении 45 минут может быть даже пить 50 минут я сидел и наслаждался этим виноградом он курица настолько мягко настолько сбалансировано что вот у меня вообще вот не остается никаких вопросов к этому аромату он яркий он насыщенный он кайфовый его я готов порекомендовать его я готов покурить снова и снова все остальные винограды от российских производителей которых которые я курил за последнее время они просто отодвигается в сторонку и вот австрийскому винограду я поставлю 9 баллов из 10 этот аромат мне очень сильно понравился малиновый закат хорошая малина и одна из немногих малин от которой меня не подташнивать потому что из-за вот этой сладости малины как у многих других производителей меня начинает подташнивать здесь малина неплохая очень хорошо сочетается с бергамотом я проверял я делал микс соки я курил вот это все еще я думал туда добавить хвою чтобы попробовать как она будет на самом деле но почему-то в последний момент меня что-то внутри остановило но в целом малину я могу похвалить малину я могу порекомендовать если вы большой любитель там малиновых ароматов я могу порекомендовать и поставлю этому аромату 8 баллов из 10 есть два аромата которые я не курил и не хочу курить макарон бисквитное печенье по запаху уже понимая что это я не буду курить и для того чтобы вот не опустить ниже плинтуса этот аромат чтобы вот не давать свою субъективную плохую оценку для аромат не прокуривала я его оставил пускай стоит до лучших времен мало ли такое случится что меня потянет на выпечку на такие кондитерские ароматы и второй аромат это черничная жвачка я уже неоднократно говорил и неоднократно повторюсь что я не курю чернику я не курю ежевику я не курю черную смородину я не курю ни одну черную ягоду потому что все эти ягоды отдают мне жестко мылом я не уверен что черничная жвачка будет работать именно так может быть тут сама жвачка перекрывает и вот может быть черника здесь будет не мыльная но проверять я этого конечно же не буду мус шелковицы считается одним из самых топовых ароматов линейки моно ведь это реально действительно классный аромат который заслуживает мои твердых 10 баллов он такой сливочный он такой мягкий никакого намек на мыльность очень классный хороший аромат я надеюсь ты внимательно смотришь данный видеоролик и понимаешь что ты досмотрел до того момента когда ты можешь выиграть замечательные призы а вот в частности вот этот вот бокс наполненный баночками с табачком душа а также чашку для кальяна и условия будут максимально простые подписаться на наш канал поставить лайк этому видосу и в комментариях рассказать свою самую душевную историю которая происходила с тобой в жизни поэтому у тебя две недели подписывайся выполняй все условия и верь в удачу а мы продолжаем и переходим к тезисам данного видеоролика получился очень хороший табак очень хорошие ароматизаторы и наконец-то доработанный полностью продукт ведь первые две линейки они не увенчались успехом я так полагаю и первые две линейки очень сильно ты хашили и били по горлу вот это вот замечал я и замечали пользователи в интернете потому что отзывы я читал и я готовился к данному видеоролику по вкусам могу сказать что да что-то мне не понравилось что-то понравилось линейка растет постоянно выпускаются новые ароматы и самое интересное что выпустили вот такие вот замечательные прекрасные баночки потому что банки очень сексапильные очень красивые конечно если вот в таком положении будет стоять на полке в магазине эта банка скорее всего что не будут привлекать к себе какого-то внимания но если вот поставить вот таким вот образом поставить на полку выставить все вот эти баночки будут смотреться очень кайфово и очень классно но из этого вытекает один жирнейший минус потому что эти банки текут как не в себя текут очень и очень сильно и это вот боль этого табака меня это вот конкретно раздражало и раздражает по сей день второе замечание которое есть поэтому табаку это что два многих ароматах первых там пять-десять минут ощущается какие-то неприятные ощущения извините за тавтологию неприятные ощущения на горле но это проходит через 10 минут но опять же первых 10 минут курения можно немножко отпугнуть человека опять же может быть я что-то делал не так но хотя у меня нет такого что я кальян раскуриваю через минуту что я грею колодку и все прочее в принципе по качеству самого табака у меня нареканий нет красивая банка яркие ароматизаторы курица мягко приятно и в то же время можно получить вот эту вот свою никотиновую дозу ради чего ты в принципе и присел покурить кальяна спасибо что досмотрели этот ролик до конца участвуйте в розыгрыше любите маму папу любите окружающих и самое главное любите себя и курите правильные кальяны вы смотрели канал дизи хука меня зовут дмитрий до скорых встреч а а